Двур Краловы над Лапой В сафари-парке города Двур Краловы над Лапом на севере Чешской республики родился бегемотик. Это редкий случай для зоосада, так как гиппопотамы обычно появляются на свет в зимние месяцы в закрытых загонах. Детёныш родился 6 августа в воде во внешнем вольере, что позволило посетителям внимательно наблюдать за процессом. Это самый маленький бегемот, которого люди когда-либо видели в зоопарке, так как смотрители обычно представляют публике животных, когда им исполняется по меньшей мере несколько месяцев. Зоопарк советует посетителям приходить понаблюдать за бегемотами вечером, когда они наиболее активны. Однако новорождённого довольно трудно обнаружить, так как он всё время прячется за заботливой матерью и пребывает под её пристальным наблюдением. Зоопарк в двур Кралове над Лабем, второй по величине в стране, известен своей обширной деятельностью по охране дикой природы и является крупнейшим заводчиком африканских животных в Европе. Здесь насчитывается 2500 зверей. За всё время своего существования человек испробовал самые разнообразные типы жилищ – от пещер до пентхаусов. Но люди всё равно умудряются постоянно придумывать что-нибудь новое. Мы подобрали для вас шесть невероятно оригинальных домов, чьи владельцы решили внести разнообразие в архитектуру своих городов. Домик на берегу водоёма – мечта для многих. Однако житель Сербии пошёл ещё дальше и соорудил себе жилище прямо на небольшой скале недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной, близ городка Баинобашта. Самолёт, который исчерпал срок эксплуатации, получил вторую жизнь в виде жилого дома. Находится он в ливанской деревне Мизара, которая до этого славилась оригинальной архитектурой. Несколько лет назад на крыше 19-этажной высотки в одном из крупных китайских городов появился настоящий сад. Вот только в какой-то момент растения вышли из-под контроля и разрослись на несколько этажей. Художник из Абиджана, что вход в Эвуаре, решил отдать дань природы по-другому и спроектировал жилище в форме крокодила. К сожалению, автор не дожил до окончания работ, но в доме поселился его помощник. Китайский рабочий мигрант собрал себе мобильный дом из бамбука, полиэтилена и простыней. Несмотря на кажущуюся лёгкость материалов, весит такое жилище около 60 килограммов. Ещё один вариант антикризисного дома от обитателя Пекина – переносной дом в форме яйца. Его стены выполнены из бамбукового каркаса, покрытого водоотталкивающим теплоизоляционным материалом. Любое строительство – это сложный и кропотливый процесс, который требует много сил, времени и денег. И порой так случается, что многообещающее сооружение надолго остаётся незавершённым. Впрочем, некоторым из них это не мешает быть яркой туристической точкой на карте. Вашему вниманию семь замороженных построек, которые, несмотря на статус недостроя, сумели стать местной достопримечательностью. Собор Святого Семейства в Барселоне должен был стать монументальной святыней. Но строительство остановила гражданская война в Испании. Проектная документация была утрачена, но сейчас строительство продолжают, адаптируя планы Гауди под современные архитектурные возможности. Итальянский собор в Сиене перестали возводить из-за эпидемии бубонной чумы. И так и не возобновили строительство, когда болезнь отступила. Сейчас этот шедевр архитектуры можно посетить, ведь часть отстроенного этажа отвели под музей. Национальный памятник Шотландии решили построить по аналогии с легендарным Парфеноном. Его начали возводить, но на полноценный проект денег не хватило. Поэтому планы сократили и упростили. Таким мы видим его сейчас. Здание под названием Башня Давида осталось на этапе строительства из-за банковского кризиса. Небоскреб высотой в 45 этажей продолжает стоять незаконченным. Но это не мешает некоторым там жить. В 2007 году здание оказалось занято нищими местными, которые смогли наладить там быт. Бетонное сооружение высотой под сотню метров, известное как шкелетор, не было достроено из-за политической нестабильности в Польше. Его еще называют Небашня. Сейчас одно из самых высоких зданий в Кракове используется лишь для размещения рекламных баннеров. Сооружение Алои Минар строилось по заказу. Потомки заказчика после его смерти приняли решение отказаться от продолжения. И вот уже более семи столетий башня Минарета в индийском Нью-Дели находится в все том же незавершенном состоянии. Правительство Северной Кореи приняло решение о возведении в Пхеньяне монструозной высотки – гостиницы Рюгин. Но развал Советского Союза стал причиной заморозки строительства сооружения. Вливание египетских инвесторов сдвинули дело с мертвой точки. Однако и сегодня гигантский отель не введен в эксплуатацию, оставаясь самым большим пустующим зданием в мире. Сейна Мураками в последнее время собирает много зрителей на общественном поле для гольфа Рокко Кокусай в японском городе Кобе. Юный вундеркинд мечтает достичь таких же высот, как ее кумир – Тайгер Вудс. И уже имеет навыки, которые даны не всем игрокам старше нее. Пятилетняя девочка из страны восходящего солнца, не задумываясь, отвечает – гольф. На вопрос репортера, что ей нравится больше всего. Сейна не просто ярый фанат гольфа, она заядлый игрок. Юная спортсменка настолько не любит проигрывать, что плачет, когда что-то не получается, но тренируется сквозь слезы. Сейна начала заниматься гольфом в возрасте 4 лет, и это было полтора года назад. Я отвез ее на тренировочное поле, и мы вместе играли. Я купил ей клюшку для гольфа, она начала заниматься с ней каждый день. Да, у нее были уроки с инструктором по гольфу Мисс Ямамото уже полтора года. Но ее результаты, которые она демонстрирует в своем юном возрасте, просто феноменальны. По словам отца Сейны, ее успех сводится к ежедневной практике. Тренировки девочки длятся 2 часа. Цели вундеркинд ставит перед собой самые высокие. Представить Японию на юниорском первенстве мира по гольфу уже в следующем году. На сегодня это все. Смотрите подборку добрых и милых сюжетов по будням сразу после вечернего выпуска Севен Форум Бюро и в течение всего дня. Всего доброго, оставайтесь с НТС и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин